Это МакКлауд, это СПБ, это Экспофорум, самая большая кальянная выставка в мире. Этот огромный холл Экспофорума начинает заполняться людьми. Ожидается больше 6 тысяч посетителей на этой выставке, и мы будем одними из них, расскажем вам все самое интересное. Вот за мной указатель. Еще там направо пойдешь в зал, аж попадешь, налево пойдешь, попадешь в зал G. Меня как женщину больше интересует зал G, если вы понимаете о чем я, поэтому начнем мы именно с него. Буквально вчера было 8 марта, и если вы не подарили своей девушке вот такой кальян, то это была большая ошибка. Классная модель от производителя МакКлауд, от моего любимого производителя кальянов. Такая штука стоит 60 тысяч рублей, но она того реально стоит. Именно такой кальян покажет вашей девушке, что вы ее действительно любите. Вот это вообще мой фаворит из последних моделей, потому что, по-моему, этот дракон сделан просто шикарно. Вы только посмотрите, у него супер реалистичный глаз. Он выглядит просто превосходно. Этот кальян стоит 58 тысяч рублей, но это оптовая цена, потому что сегодня у всех производителей цены на стендах снижены. И вы обратите внимание, МакКлауд верен себе. Вот такая коробка к этому кальяну прилагается. Вот с таким шикарным просто медальоном, в котором тоже глаз дракона. Если ты серьезный парень, у тебя все путем, у тебя есть свой коттедж, у тебя есть джип, у тебя есть друзья, которые поддержат в любой ситуации, то знай, что тебе не хватает только одного для полной крутости. Вот такого кальяна. Это очень брутально, очень по-мужски. И у него настоящая мужская цена. Он стоит 150 тысяч, но именно он продемонстрирует вашим друзьям вашу крутость и авторитет. Экспоненты что только не делают, чтобы привлечь публику на свой стенд. И многие привозят и ставят машины с фирменным брендингом. Но по мне, производитель табака Берн просто превзошел всех, потому что их тачка самая крутая. Мне очень нравятся такие здоровые, брутальные машины типа Хаммеров. Просто загрузить ее табаком и кальянами под завязку и отправиться в закат. Немного о возможностях станка ЧПУ. Вы только посмотрите, какие миниатюрные детали способен делать этот станок. Это же просто адская машина какая-то. Кстати, SoftMog может быть потом посмотрит выпуск, а я хочу подарить им идею. Как вам кальянные шахматы? Ну похоже же на ладью, да? Игорь, привет. Привет. У тебя такие прекрасные нимфы на стенде. И это очень не характерно для такой тусовки. Потому что здесь все такие типа крутые. Там Out of Law, Underground. Почему так? Это какой-то отстройка от конкурентов какая-то? Нет, это просто часть нашей концепции. Как ты заметила, у нас все сегодня такое в зелени природное. Водопады, прекрасные нимфы. Поэтому все выдержано в единой стилистике. Но музыка-то у вас на стенде вообще ни разу не лесная. Это не звуки природы и не соловей. Это такой кача-дидже. Слушай, ну было бы странно. Мы учтем твои пожелания. В следующий раз закажем лесную музыку. Скрипку, скрипку заказывайте. Нет, поэтому мы обычно всегда делаем крутую движуху на наших стендах. У нас сегодня качает музон. У нас сегодня две зоны дегустации, раздачи и мерча. Все такое природное, натуральное, элегантное. Все в нашем стиле. Ладно, Игорь, я проверю. Сейчас лично зайду и проверю. У нас только вот все природное, элегантное. За мной находится сцена. Это главная сцена фестиваля. И именно на ней проходят самые яркие события. На ней будет происходить завтра Хука Баттл. Это конкурс кастомных кальянов, где соберутся команды со всего света со своими уникальными изделиями. А прямо сейчас там проходит классический кальян. Вы можете увидеть, как жюри пробуют кальяны. Классический кальян – это уникальный конкурс, потому что все участники готовят кальяны в одинаковых условиях. Им выдают наш старый добрый любимый даблдекер, набор альфакера, уголь, турку, самую простую и фольгу. И они делают свои миксы. И жюри оценивает, какое лучше по нескольким параметрам. Дымности, тяги, вкусу и так далее. Очень классная тема. На выставке с каждым годом все больше иностранных производителей. И обратите внимание, как их стенды по стилистике отличаются от наших российских. У них все выдержано в просто прекрасном стиле. И, конечно, добавлена арабская изюминка. Мы сейчас на стенде «Малаки». Они участвуют в выставке «Второй год». И они верны себе. У них самые потрясающие девушки. Ну, потому что арабы знают толк в женщинах. Говоря про дорогие продукты, просто нельзя не сказать про ВТО. ВТО – это бренд табака, который является одним из самых дорогих на рынке. 15 грамм стоит около 800 рублей. Это буквально на одну чашку. Здесь все сделано просто по люксу. Вы только посмотрите, там реально стол. Стол с рулеткой, покером, блэкджеком. Я не знаю, что это. Все сделано очень дорого. Здесь ходят солидные мужчины. Практически в малиновых пиджаках. Я поняла, им реально не хватает здесь малиновых пиджаков. Дарксайд. Один из самых известных производителей в России. И один из самых больших и дорогих стендов на выставке. Дарксайд второй год строит целый город. То есть это такая миниатюрная выставка внутри выставки. Со своими активностями, фишками, развлечениями и, конечно, кальянами. Кальяны на Дарксайде и кальяны на их втором продукте – дейли хука. Дарксайд строит гетто. Их стиль – это гетто, но только не такое, которое вы видите у Сиатом где-то в спальном районе в своей провинции. Это гетто типа Бронкса, Куинса, классных районов Нью-Йорка. Их стенд состоит из таких вот морских контейнеров, которые они в разном порядке ставят друг на друга на всех выставках. Таким образом образуется типа конструктора. Это на самом деле довольно просто, но сейчас в выставочном деле это реально тренд. И Дарк этот тренд уловил. О, ребята, а вот здесь вообще огонь! Потому что здесь делают реальные татухи. Каждый желающий может сделать татуировку. Да, серьезно? Это навечно татуировка? Да, татуировка будет навсегда. Вот наши эскизы. Можно ознакомиться с работами мастера. Взять себе на память стикеры тоже. Слушайте, а что, это тоже? Вот это тоже татуировка такая, реально? Да, можно набить вам в Дарксайде. Кто-нибудь из компании Дарксайде набил себе Дарксайде? Пока что еще нет. Зато это перейдет. Нет, такие интересные, сами главное не набили, и хотят, чтобы все остальные это сделали. Хотите на себе носить рекламу Дарксайде всю жизнь? Интересно, это стоит денег каких-то или нет? Я уже говорила, что у арабов идеальное чувство вкуса и стиль. Вы посмотрите сюда. Здесь все белоснежное, шикарное просто. И выглядит реально дорого. Хотя табак Мазая, а именно это сент табака Мазая, не самый дорогой на рынке, вообще один из самых дешевых. Он стоит, как альпакер, порядка 120-150 рублей за пачку. Но вы посмотрите, как оформляет его производитель. Это же просто экспонат. Пачка табака за 120 рублей. Как она представлена? Господи, ребята, реально этому надо учиться. Мы находимся в лаунж-зоне Альфакера. Альфакер – это табак, который знают абсолютно все. Но он здесь представлен только в кальянах. Зато каждому желающему они забивают кальян на своем табаке. И можно комфортно посидеть и расслабиться. Кстати, мы находимся во втором зале. И здесь более спокойная лаунжевая атмосфера. Поэтому, не знаю, может быть, я тоже что-нибудь попробую прямо сейчас. Привет. Привет. Я вот смотрю, цены ваши. И я просто в шоке, честно говоря. У вас самые дешевые кальяны на рынке? Ну, я думаю, что да, скорее всего. А кто ваши конкуренты? Е4, Екап? Е4, Екап, Маклауды, Хуб, Softsmoke и так далее. Слушай, я смотрю на цены, и это просто что-то с чем-то. Хотя я бы, конечно, еще и Холвус такую цену продавала. Если бы это был полный комплект за Косарь 800, у вас бы реально был самый дешевый кальян. И не только на выставке, но и на всем рынке, мне кажется. А кто ваши конкуренты? Кто дешевле продает? Ну, дешевле, наверное, из нержавейки, наверное, никто не продает. Если взять там оргстекло, это, скорее всего, как они называют, наносмог и так далее. Вот такие вот кальяны, скорее всего, дешевле наши продают. Если хотите необычный кальян, обратите внимание вот на это. У меня вообще какое-то ощущение, что я в магазине игрушек, честно говоря, нахожусь. Потому что все такое силиконовенькое, цветастенькое. Все из пищевого какого-то силикона наверняка сделано. Безвредное для здоровья, реально, как для детишек каких-то. И они так светятся замечательно, с подсветочкой. Прикол этого кальяна в том, что просто у него колба сделана из оргстекла. А стучит, как пластмасса. Привет. Привет. А почему у вас две цены на кальяне вот там вот указаны? Потому что на выставке всегда все дешевле. У нас в розницу цена подороже, а на выставке дешевле почти в два раза. Ничего себе, вы прямо уронили цены настолько? Да, конечно, все ради выставки, чтобы людям было удобнее. И много у вас купили сегодня со скидкой? Да, достаточно. Гораздо больше, чем обычные розничные продажи. Ну, действительно, это так. Потому что не уверена, что я бы купила наносмоук за 7 тысяч рублей. Но за 4 я бы еще подумала на выставке, почему бы и нет. Хочется же себя порадовать чем-то клевым. Кстати говоря, насчет клевого, вот сюда мы подошли. И это стенд Веркбунда. Посмотрите, как это выглядит необычно. Это тоже одни из самых необычных кальянов не только на выставке, но и вообще на рынке. Их прикол в том, что они все сделаны, если я не ошибаюсь, из глины. Даже колбы сделаны из глины. Они, конечно, очень на любителя. Я не представляю, какой стиль должен быть у кальяны, чтобы вот такие кальяны туда поставить. Выглядит это атмосферно. Сразу хочется покурить на них какой-нибудь сатир, я не знаю. И, кстати, Веркбунд делает очень классные аксессуары. Вот это мне действительно нравится. Это выглядит как-то очень элегантно, прикольно. Я бы себе такое, наверное, завела. Такие щипцы с розой. Классно, классно. Вот за что люблю Хука Клап Шоу. Идешь, идешь и раз встретил какого-то нового производителя. Вот, например, я нашла Fairy Tail Mist. Ну, вот название, честно говоря, такое себе. Слушай, привет. Привет. Скажи, пожалуйста, вот я уже много всего посмотрела, буквально в одном предложении. Кто вы, что вы, чем вы отличаетесь от других? Мы первый табак на рынке с полностью натуральными аромками. То есть наши аромки – это выжимка натуральных продуктов. Это каких, например? Ну, условно, допустим, перед вами мед. Это выжимка алтайского цветочного меда. Так, я хочу у тебя спросить кое-что. Это самый дешевый кальян, который у вас есть? На данный момент, да. А это полный комплект или только шахта? Шахта. Шахта, блюдце. Как ты думаешь, а у вас, у Юкапа самые дешевые кальяны на рынке? Я думаю, что цена-качество у нас самая лучшая. А есть ли кто-то, кто продает шахты еще дешевле? Я думаю, что в любом рынке такие есть среди кальянов. Это тоже не исключение, но вопрос качества. Понятно. А чем ваше качество отличается от качества других кальянов палок? Во-первых, наш подход. Каждый кальян проходит дефектовку, полировку. Перед продажей, перед упаковкой в коробке все проверяется на несколько раз. Все сотрудники тщательно относятся к продукции, то есть в плане царапинок и так далее. Все это убирается, все за этим качественно следят. Все технологии надежные, долговечные. То есть кальян, он сам по себе в минимализме, стоит небольших денег и он прослужит долго. Это замена халил мамонам. Мы все про кальяны, да про кальяны, но на самом деле аксессуаров-то целая куча. И вот за моей спиной Don't Bowl. И они специально к этой выставке сделали гигантскую чашу. Вот она. Просто огромная. Мне кажется, это самая большая чаша в кальянном мире. Привет. Саша. У меня Катя, это Маклауд. Очень приятно. Расскажи про это. Знаешь, что она похожа не на чашу, а на раковину, только крана сюда не хватает. Из нее можно, правда, курить. Это белая глина, просто увеличенная модель. Если придумать, с чего ее курить, то ее можно курить. Слушай, ну а сколько по времени может куриться эта гигантская чаша? Как ты думаешь? Блин, мы на самом деле еще не проверяли, но я думаю, что такого времени еще не придумали. Потому что курить, это правда очень долго, но очень долго. С утра забил, вечером угли поменял, а дальше куришь. Мне кажется, сюда подойдут только угли от Шамана, причем следующие метровые, которые они выпустят. А сколько сюда? Какая вместимость? Потому что я даже не представляю. Ну, на вскидку, без касания, килограмм 7-8. Мы из Ростова, без касания в Ростове не курят, поэтому килограмм 10, и можно будет нормально покурить. Ну, килограмм 10, это такой лимит среднестатистической кальянки. Да, блин, у них даже меньше, мне кажется. Это двухмесячный лимит. А вот здесь вот что, сколько граммов, сколько во времени? Ну, на самом деле, эту чашку мы даже курили. Она курица, где-то килограмма 4 мы в нее забили. Классно курица. Слушай, а на чем вы ее курили? Потому что я понимаю, что такого кальяна нет, а такой есть? 20-литровая бутылка. Ну, это классика, это классика. Нет кальяна, сделай из бутылки. Игорь Чуваков, я хочу обратиться лично к тебе. Серьезный вопрос. Скажи, пожалуйста, а чем занимаются твои дизайнеры в свободное от работы время? И вообще, сколько времени они уделяют работе? Это же, ты посмотри на это. Ты только посмотри, что делают люди руками. Расскажите немного про то, как вы это делаете, из чего. Потому что тут вроде бы еще какие-то хитрые механизмы продувки. И все это красиво, интересно. Ребят, я это делаю. Это не большое масштабное производство. Это хорошо оборудованная мастерская, которая позволяет делать вот такие штуки из металла. Это все из нержавеющей стали. Правильно сварено, правильно сделано. Они герметичны, надежны и прикольные. А какая стоимость? Потому что, мне кажется, такие штучные изделия, это просто бесценно. Стоимость моих кальянов варьируется от 22 до 28 тысяч рублей. Кто у вас обычно покупает эти кальяны? Как вы можете описать этого человека? Либо это для заведений, то есть кальянов заведения. Либо это для коллекционеров, либо подарок, вот что-то такое. Для тех, кто может это просто оценить. Очень интересно, что в кальяны такое тоже берут. Спасибо большое за ответы. И вам всего хорошего. Вот здесь, на этом стенде, меня привлекли вот такие таймеры. Посмотрите, что тут. Я спросила, что это значит. И это гениальное решение для выставки. Понимаете, люди меняют чашки. И когда стоит новая чашка, ставится новая чашка, они обнуляют таймер. И он показывает, сколько минут курица эта самая чаша, чтобы вы могли уже попробовать, что вот, допустим, на 16-й минуте у их табака будет такой вкус. Это просто офигенно. Это производители табака Бонча. Сейчас я попробую, а потом немного расскажу про него. Слушайте, но Бонча заявлен как неароматизированный табак из сигарного листа сделанный. Сигарный лист карибского бассейна, как мне сказали. И вот я покурила дарк-шоколад, и у него такой благородный вкус, вы не поверите просто. Мне на самом деле очень понравилось, хотя крепко. Для меня достаточно крепко. Но курица классная. Я нашла лучший в мире кальян с регулируемой тягой. Так написано у ребят, вон там вот на вывеске. Я сейчас разберусь, как она регулируется. Вообще, обычно, что мы делаем? Мы прикручиваем диффузоры, да, снизу. А здесь какая-то хитрая система. Давай, расскажи и покажи, как это происходит. С самого сути висеть не буду очень долго. Главное то, что диффузоры, мы с ними играем. Они открываются, закрываются. И вот на этом принципе работает наша регулировка тяги. То есть можно сделать как-то потяжелее, полегче. Ну, то есть все среднее, чтобы было комфортнее. А вы их продаете? Ну, то есть как вы их продаете на выставке? Или вы просто пришли показать, что у вас такое есть и заявите себе? Ну, абсолютно верно. То есть мы стартуем, планируем старт продажи где-то примерно через два месяца. Первую партию уже сделаем. Очень легкая тяга. Мне кажется, даже легче, чем у многих кальянов. Сипа эмика даже такая прям совсем лайтовая. Сейчас посмотрим, что будет на другой тяге. Слушайте, она реально изменилась. И на тяжелой мне нравится больше. Он даже забурлил. Но несмотря на то, что она тяжелая, она не такая вибрирующая, как, например, у Халил Мамуна. Она такая упругая. И это прикольно. В общем так, ретрофит. Это, похоже, не самый лучший в мире кальян с регулируемой тягой. Я вообще подошла посмотреть вот эти вот чашки. Они прикольно сделаны. Вам не нужна ни колодка, ни фольга. Здесь есть вот такая крышка на чашке. И вы можете просто прямо на нее ставить угли. У вас меньше углекислого газа, уголь меньше прогорает. Курится дольше. Но совершенно случайно так вышло, что здесь тоже оказался кальян с регулируемой тягой. И регулируется она по-другому. И ребята, кстати, не скрывают как. Покажи, пожалуйста. Вот. Представляете, какой механизм? Меня, правда, немного беспокоит, что при таких манипуляциях может что-то здесь упасть или соскользнуть. Но, во всяком случае, я вот попробовала на легкой, сейчас попробую на тяжелой. Посмотрим, как меняется тяга. Ну, слушайте, тяга изменилась, но не так радикально, как у ретрофита. И здесь на тяжелой тяге он курится все равно полегче, чем тот кальян. Но, тем не менее, разница в тяге действительно чувствуется. И это тоже прототипы. А когда поступят в продажу? Через 2-3 месяца, я думаю, появятся уже продажи полностью завершенной версии. Ой, как интересно. Через 2-3 месяца у нас появятся два новых конкурирующих производителя. Вот посмотрим на эти войны и индустрии. Вот и подходит к концу второй день выставки, а значит, и все шоу целиком. И после долгих приключений, насмотревшись, напробовавшись всего, мы возвращаемся на стенд Маклауд, где все эти два дня наша команда работала с гостями и покупателями. Пойдемте спросим, как дела у ребят. Игорь, Игорь. Привет. Привет, Катя. Как вы тут поживали без нас целых два дня? Как дела у вас? Расскажи, какие впечатления? Блин, мы привезли сюда 5 новых ставок. И, к сожалению, я просто не могу людям их показать, потому что мы все сразу за один день продали. Мы продали достаточное количество эксклюзивов, сделали рекорд продаж. И я сой, что не выходил со стенда сегодня. Рекорд продаж – это сколько? Тебе известна цифра? Ну, конечно. Ну, ты можешь ее сказать? Нет. Почему? Я настолько сильно их люблю, их всех. Ну, извините. А какие кальяны пользовались наибольшей популярностью? А это как обычно. Разобрали сразу иксы, цены, и уже потом разбирали дорогие премиальные. Дорогих премиальных много было куплено? Не больше десяти. Ну, не больше десяти. Зная стоимость дорогих кальянов, это неплохо. К вопросу, покупают ли дорогие кальяны, мы продали Минотавра за 150 и продали Драконов. Ну, и, конечно, еще Томстомные и Фьюриусы. Слушай, ну, тебя можно поздравить с тем, что ты продал Минотавра за 150 тысяч. Мы будем отмечать? Да. Сегодня? Да. Классно. Ну, слушай, а как насчет новых вставок? Как они зашли? Какие отзывы? И по колбам тоже. Это ведь тоже новинка. Нет, колбы – это не наши. Это просто попросили поставить. Кто-то говорит, ну, знаешь, 50 на 50. Кто понимает нашу философию, они говорят, вау. Они прям заходят, вау. Вау. А кто немножко далеко от нас, кому нравятся некие другие бренды и модели более простые, ну, они просто мимо проходят. Они говорят, это для цыган. Ну, возможно. Ладно, отлично. Давайте заканчивайте день и в последние несколько часов еще продавайте, чтобы напоследок на целый год вперед. Там уже очень мало осталось, так что я думаю, пустая машина у нас уедет. Такого еще никогда не было. Ладно, Игорь, спасибо тебе. Давай удачно все завершите. Я буду ждать нашего корпоратива праздничного. До встречи на корпоративе. Давай, пока. Выставка завершается. И это тот момент, с которым не хочется мириться ни одному участнику, потому что мы хотим, чтобы она длилась и длилась. Мы все хотим находиться в этой классной атмосфере определенного кальянного братства, где каждый делает все, что может, чтобы порадовать гостей и любителей кальянов. Каждому, кто смотрит этот выпуск и кто хоть немного увлекается кальянами, я очень рекомендую приехать сюда в следующем году. А в этом 2019-м мы прощаемся с Хука Клаб Шоу и будем ждать следующего года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин